Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня покажу вам интересный шлиф, который мне удалось найти в книге Геннадия Хацкевича «25 уроков шашечной игры». Белая игра от GF4 и в ответ на Fe5 все обычно играют HG3 здесь, ну оказывается, ну либо FG3. Но оказывается, в этой позиции можно отклониться от игры Каулена и навязать интересную борьбу. Смотрите, ED4. Теперь у черных есть 5 ходов. Рассмотрим их все в подробности. BA5, BC5, DC5, DE5 и GF6. Ну, после BA5 у белых позиция более приятная, то есть они ставят колл. Допустим, черные начинают окружать позицию белых. Играют GF6. Тогда DE3. Ну, бесполезно атаковать колл, поэтому черные пока окружают FG5. Тогда играем BA3 и ставим ловушку. То есть нельзя играть HG7 из-за несложной комбинации. Отдаем одну шашку, затем еще две. И прорываемся в дамки с выигрышем. Комбинация несложная. Допустим, черные ее замечают, играют GH4. Тогда играем CD2. И теперь на ход HG7 уже меняемся на поле B4. И все сводится к известной позиции. GF6, AB2. FG5, ED2. Здесь позиция с большим преимуществом у белых. Я подробно ее разбирал в одном из своих видео. Так что ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Кто не знает, как тут правильно играть. Преимущество у белых большое. Разобрали ход BA5. После хода BC5, здесь особо ничего интересного нет. Белые играют DE3. Ну и здесь лучше всего черным сыграть EF6. Чтобы на ход CD4 можно было разменяться FE5. Обратите внимание, что CB6 закрываться нельзя. Начинающие шашисты очень часто попадаются в эту ловушку. Белые отдают одну шашку. Затем еще две. И забирают сразу же 4 шашки. С выигрышем. Тут естественно лучше всего разменяться FE5. После всех разменов возникает примерно равная позиция. Но все-таки белым тут надо играть аккуратно, осторожно. Потому что ход белых, а позиция симметричная. Надо играть аккуратно. Если же черный играет GF6 в этой позиции. Тогда уже смело нападаем CD4. Снова видите нельзя закрываться. Из-за только что рассмотренной комбинации. И белые остаются с лишней шашкой. И постепенно побеждают. Если же черный в этой позиции, допустим, меняется. Ну не знаю, FG5 или HG7. Здесь создается позиция с преимуществом у белых. Так, рассмотрели ход BC5. Теперь давайте рассмотрим ход DE5. Вкратце тоже. Тут особо ничего интересного нет. Бьем тогда на поле D6. Ну и после всех разменов создается примерно равная позиция. GF6, CD2. FG7, DE3, ED6. Ну и можно занять центр ходом CD4. Примерно равная позиция. Так, после хода GF6, возможно, прикольная ловушка. Смотрите. Меняемся сперва FE5 и DC5. Ну понятно, что черные здесь могут занять центр. Тогда тоже белые борются за него. И тут ничего особо интересного не будет. Но если черные решат окружать позицию белых, здесь, возможно, прикольная комбинация и контр-комбинация. Как было в партии впервые Бориса Симоняна и мастера Гершта. Допустим, смотрите. AB6, BC3, ED6, CD4. То есть черные отдали центр белым и начинают его окружать. DC5. Закрываемся DE3. И на CD6 играем GF4. Черные, допустим, играют. Ну, либо FG5, либо HG7. То есть, видите, после FG5 возможен и выпад DE5. Ну, мы, допустим, играем AB2. AG7, BC3, GF6. Играем CB2 и грозим выиграть две шашки ходом DE5. Понятно, что черные могут разменяться. BA5 с примерно равной игрой. Но здесь возможен ход BC7. Он кажется сильным. На самом деле, в принципе, неплохой ход. Но белые тоже подкручивают и играют ED2. И в этой позиции правильно, конечно, играть за черных GH4. И уже белым слабо меняться DE5. Им проще всего форсировать ничью комбинацией. Отдаем две шашки. Затем третью. Бьем четыре шашки. Ну, и тут везде ничья. Либо черные бьют на B6. Возникает примерно равная позиция. Либо бьют на C5. Тут тогда меняемся таким образом. Черные отдают шашку лишнюю. Ну, и после хода D7 играем DE5. Допустим, HG3. Напасть надо. Черные отходят. Играем EF6. Черные играют GH2. И видите, нельзя играть FE7 из-за позиции. Надо отдать шашку DE7. Ну, и партия заканчивается ничьей. Черные же в этой позиции. Они ошиблись. Подумали, что выигрывают. Они отдали шашку. И напали. FE5. Кажется, что белым не сдобровать. То есть приходится закрываться. Тогда черные проводят комбинацию. Игра от ED4. Ну, и кажется, все. Белым остается только сдаться. То есть нельзя бить на E5 из-за удара AB4. Черные снимают сперва 4 шашки. А затем еще 3. Ну, и легко выигрывают в этой позиции. Тут окончания легко выиграны. Но белые это все предусмотрели. То есть сперва Борис Симоньян выиграл. Мастера Гершта. Потом еще и Геннадий Хацкевич тоже выиграл партию. Смотрите, оказывается, белые здесь могут победить. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти контр-комбинацию за белых. То есть на самом деле здесь выигрывают даже белые, а не черные. Белые смело бьют 2 шашки. Черные бьют с дамки. Кажется, все. Выигрыш черных не минуем. Ну, не тут-то было. Белая игра от GF2. И на бой черных на D6 отдают сперва 1 шашку. Затем еще 2. И пробивают в поле D8. И красиво побеждают. Вот такая прикольная ловушка. Ну и наконец рассмотрим последний ход. Наиболее сильное продолжение. Это ход Dc5. Тогда белые закрываются. D3. Ну и черные. Можно, конечно, CD6 сыграть. Но там преимущество будет у белых. То есть на CD6 уже играем CB4. И после размена назад белые ставят печок. Возникает примерно равная позиция. Но у белых поприятнее. Черные здесь, конечно, могут сыграть посильнее. Они, допустим, окружают центр белых GF6. Когда нападаем CB4. И черные начинают крутить. То есть центр белых связан. У черных, кажется, позиция более приятная. Но на самом деле это не так. Белые играют BC3. Ну и здесь проигрывает уже напрашивающийся ход HG7. Из-за известной идеи. Белые резко играют FE5. И стоит угроза. AB4 и ED6. То есть на любой ход, допустим, уже H4 проводим комбинацию. Ну и легко выигрываем. Если же черные в этой позиции меняются. BA5, а лучшего нет. Тогда проводим другую комбинацию. Отдаем AB4. Затем ED6. Ну и выигрываем. Ничего сложного. Естественно, черные не обязаны играть HG7. Они могут сыграть в этой позиции GH4. Тогда снова начинаем крутить. Играем FE5. Очень сильный ход. Черные, допустим, играют FE7. Но особо лучшего нет. Потому что грозил ход CB4. Но тогда белые все равно играют CB4. И на ход ED6 красиво вываливаются. EF6. В чем идея? Видите, нет нападения HG5. То есть шашка F6 неприкосновенная. Из-за комбинации. Вкусим AB2. DE5. И белые прорываются в дамки и празднуют победу. То есть черным в этой позиции остается только меняться. BA5. Бьем. Ну и естественно, черным нельзя бить на C5. Из-за того, что белые побеждают. Они меняются. После CB2. И видите, затем фиксируют. Свой выигрыш ходом EF4. То есть, видите, у черных 7 шашек. У белых 7 шашек. Но белые побеждают за счет рожна на поле F6. Шашка F6 очень сильная. Она здесь решает. Поэтому в этой позиции нельзя бить на C5. Надо бить на A3. Тогда белые играют EF4. Снова нельзя бить на C5. Белые меняются FG3. Ну и следующим ходом, на любой ход вообще черных. Допустим, CB6. Нападают CB2. То есть, отъедают шашку C3. И снова побеждают за счет рожна на поле F6. Поэтому в этой позиции правильно бить только на поле A5. После FE3 возникает неприятный эншпиль за белых. Поэтому лучше играть AB4. И тут есть очень сильные продолжения за белых. Я думаю, профессионалы оценят вот эти продолжения, которые мне удалось найти. Очень красиво все и технично. В этой позиции есть два хода. Ход CD2 и ход CB2. Ход CB2 ставит черных на грань поражения. Правильно играть CD2. И затем AB6. Ну и возможно такое течение партии. AB2, BC5. Закрываемся. В черное время нажертвует шашку. Ну и кажется, что у черных здесь поприятнее. Но на самом деле это не так. Белые играют AB4. Возвращают шашку. И играют без шашки снова. Но за счет рожна на поле F6 позиция у белых даже приятнее. Допустим, играем CB2. И тут возможны два продолжения. Ну, либо играть AB4, либо DC5. То есть, DC7 все ведет примерно тому же. Если черная игра от AB4, тогда мы меняемся. Ну и тут возможны два хода. DC5 уже окончательно проигрывает из-за противостояния белых и черных шашек. Допустим, CD2, CD4, GF2. Ну и черным просто некуда пойти. То есть, на DC7 уже просто ломимся в дамки и легко выигрываем. Тут ничего сложного. Если же черные в этой позиции играют DC7, тут все-таки ничья у черных есть. Ну, тоже у белых преимущество. CB2, CB6, BC3, BA5, GF2, DC5. Идем в дамки FE7. Черным надо нападать. Лучшего нет. Тогда меняемся. Черным надо отдавать лишнюю шашку и тоже ломиться в дамки. Ставим дамку на D8. То есть, не даем GF2 из-за хода HG7. Приходится играть GH2. Тогда ставим дамку на F6. Ну и грозим провести вторую шашку в дамке и выиграть эту позицию. Поэтому у черных единственный ход AB4. HG1 уже проигрывает. То есть, видите, пока нельзя HG7 играть из-за BC3. И белым не победить. Тогда белые играют CD2. Черных снова единственный ход BA3. Видите, нельзя ставить дамку из-за удара DE3. Поэтому приходится играть BA3. Тогда белые играют DC3. Ну и в ответ на постановку дамки играют HG7. Нельзя занимать срединные поля, допустим, сюда из-за удара. Видите. Ну и, соответственно, нельзя, допустим, на это поле встать уже из-за такого удара. Поэтому черные, допустим, бегают по двойнику. Белые проводят вторую шашку в дамке. Ну и еще здесь небольшое преимущество у белых. Так скажем, Эншпиль с преимуществом. Черным надо защищаться. Так. Если же в этой позиции черные не играют AB4, а, допустим, сразу же играют DC5, тогда играем GF2. После AB4 снова возникают рассмотренные позиции. Но у черных здесь есть интересная идея, DC7. В чем подвох? Белые играют FE7 и черные нападают на шашку CD6. То есть на любой ход черные проводят удар. DE5. Именно на этом и держится позиция черных. Ну, бесполезно бить две шашки. Лучше побить одну шашку. Черные прорываются в дамки, но белые эту дамку тут же ловят. Ну и все-таки черные успевают достичь ничьей. Ни много шашек они отдают. Допустим, AB4 и идут в дамки HG3. Белые тут победить все-таки не могут. Но самые интересные варианты все-таки возможны в позиции, если черные не отдают правильно CD2, а играют CB2. Здесь преимущество белых еще больше. Смотрите. Бьем. Черные играют AB6. CB2, BC5. Ну все вроде бы сводится к примерно тем же вариантам. Вроде ничего особенного. Тогда играем FE3. Надо бить на D6. И четкий ход EF2. Он ставит черных на грань поражения. DC5 не хочется играть. Потому что белые играют тогда FE5. Ну и черным приходится жертвовать шашки. Шашки белых стоят очень классно. Здесь у белых будет преимущество. Допустим, черные играют DC7. Тогда жертвуем шашку AB4 и играем DE5. Ну и тут есть два продолжения за черных. AB4 уже окончательно проигрывает. Смотрите. Заходим в люпки. Ну допустим, черные отдают шашку и идут в дамки. Тогда мы ставим дамку на F8. Ну и только тут выясняется, что черным ставить дамку нельзя. То есть если они ставят дамку на A1, белые проводят комбинацию. Вы можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белый. Играем GH2. Отдаем шашку. Затем FG3. Затем FG5. Ну и легко побеждаем. Также нельзя ставить дамку на C1. Тоже дамка черных тут быстро ловится. Играем FE7 и затем ED8. Ну и легко побеждаем. Черные видят это. Допустим, играют CB6. Выжидают. Тогда снова играем GH2. Снова нельзя ставить черным дамки. То есть на C1 ловим снова таким же образом. Ну и постепенно побеждаем. Здесь выигрыш у белых. Найдите сами. Если же черные ставят дамку на A1, тогда уже здесь вот такая комбинация. Еще более масштабная. HG3. Затем FE3. Затем FG5. Красиво снимаем три шашки соперника и дамку с выигрышем. У черных остается единственный ход. BA5. Тогда играем FE7. Ну и снова ставить дамку нельзя черным. То есть на постановку дамки на A1. Снова эта комбинация. Отдаем. Одну. Вторую. Третью. Прошу прощения. Ну и легко побеждаем. То есть затем занимаем большую дорогу и выигрываем. Если же черные в этой позиции ставят дамку на C1, тогда здесь выигрывает именно ход HG3. Единственный ход. И затем играем ED8. Самый простой выигрыш. То есть эти две шашки держат вот эти две, а дамка легко справляется с двумя шашками. По большой дороге и шашкой опять. Легкий выигрыш. Так, рассмотрели. Ход AB4 уже проигрывает. Отметим красным. В этой позиции еще есть ничья. Но тяжелейшая. CB6. Тогда нападаем DE5. И тут есть два варианта. Либо играть DC5, либо играть HG5. Но везде ничьи сложные. После HG5 напрашивающийся ход мы играем FE7. Ну и здесь еще есть ничья после AB4. А вот после хода FG3 здесь уже возможно ловушка за белых. Очень красивые варианты. FE3. И здесь снова AB4 еще ведет к ничьей. А вот ход GF2 напрашивающийся проигрывает. Смотрите. Ставим дамку на D8. Надо бить. Затем нападаем на шашку. Надо отходить. Затем играем HG7. Стоит угроза. То есть белые грозят пойти на поле D8. И побить две шашки или даже три черных. Поэтому у черных единственный ход. Сюда. BC5. Сейчас нельзя забирать две шашки, потому что позиция будет ничейная. Но мы ставим вторую дамку. У черных снова единственный ход. AB4. Тогда нападаем на шашку E3. Приходится ее отдавать. EF2. И играть HG3. Лучшего нет. Ну и тут есть два выигрыша. Наиболее простой. Без окончаний. Такой. Играем на А1. Ну и после хода GH2. Уводим дамку H6 на поле F4. То есть видите, дамку пока черным ставить нельзя. Две шашки отдавать бесполезно. Это будет выигранное окончание. Поэтому черные играют B3. Тогда снова ставим дамку на B8. Снова видите, черным нельзя ставить дамку. Они допустим отходят. AB4. Ну и тут просто ставим дамку на А7. И черным остается только сдаться. То есть дамку ставить нельзя. Остается только отдавать шашки. Ну, ничьи здесь нет. Вот такие красивые варианты. Еще в этой позиции после хода DE5 возможен ход DC5. Здесь ничьи за черных еще более сложные. И здесь еще более красивые варианты выигрыша за белых. Играем FE7. Пустим CB4. Играем. Ставим дамку на D8. Надо играть BA3. Играем EF6. То есть видите, поставили ловушку. На ход AB2 проводим комбинацию. Отдаем шашку FG5. Затем еще одну FG7. И снимаем три шашки с выигрышем. Ну, это не сложная ловушка. Черные, конечно, ее увидят. Сыграют BC5. Тогда играем FE3. Так, прошу прощения. Тогда играем FG3. Правильно играть FG3. То есть снова в чем идея. AB2 нельзя играть. Из-за более масштабной комбинации отдаем две шашки. Затем еще одну. И снимаем четыре шашки соперника. С выигрышем. Естественно, черные это видят. И делают единственный ход. CB4. Продолжаем давление. Играем FE7. Черным надо играть AB2. Ставим дамку EF8. Черным надо играть BA3. Тогда играем ED4. Ну и в этой позиции проигрывает напрашивающийся ход. Нельзя ставить дамку не на C1. Ну там быстрый выигрыш. Не на A1. На A1 проигрывает из-за удара. Отдаем шашку DE5. Ну, понятно, что на G7 бить нельзя из-за удара. Ну и белые легко выигрывают. То есть нет такого хода из-за нападения сзади. А на ход АЖ7 здесь выигрывает. Ну, допустим, такой ход даже. То есть на такой ход уже играем сюда. И легко выигрываем. То есть остается отдавать только так, так. И прорываться в дамки. Тогда возвращаем одну из дамок. Жертвуем. И выигрываем. Тут ничего сложного. Если же черные бьют на поле F6 вместо G7, тогда бьем на поле G5. Ну и видите, на ход АБ2, единственный ход, тогда проводим удар. FE5. Ну и все заканчивается так называемыми штанами или вилкой. То есть нельзя играть АБ4 из-за того, что белые обрежут черных по большой дороге. А на ход АЖ7 фиксируем шашку. А5. Ну и на ход G6 нападаем. Еще раз нападаем. Ну и все. Вилка получилась. Черным остается только сдаться. Такой красивый выигрыш. Но здесь у черных еще есть ничья. Они могут сыграть АБ4. Белые продолжают давление. Играют FE5. Если черные поставят дамку на А1, тогда белые снова нападают и снова давят. И вот здесь все-таки у черных есть ничья. Тяжелейшая, но есть. Надо сыграть BC3. В чем идея? Если белые бьют на Д2. Ну это лучший ход. Тогда смело ведем вторую шашку в дамке. И приходится нападать белым. Лучшего нет. Тогда черные форсируют ничью. Играют АЖ7 и ЖФ6. Ну и добиваются ничьей. Вот такая тяжелейшая ничья есть у черных. После неправильной отдачи шашки. Но! Если в этой позиции черные решат, что есть ничья после такого хода. Тогда белые здесь очень красиво побеждают. Смотрите. Бьем дамкой А5 на С3. И выясняется, что эта позиция выигранная. То есть если играть на поле Ж5. Тогда белые просто проводят шашку Е5 в дамке. Ну сюда или сюда. Без разницы. Ну и создаются выигранные окончания. Надеюсь профессионалы знают их. Иначе это видео затянется надолго. Если же черные играют на поле Е3. Более сильный вариант. То есть не дают белым провести шашку. Тогда белые играют Е6. Единственный ход. Черные играют дамкой на Б6. И грозят, видите, нападением с поля Д8. Но здесь кажется, ну все, ничейная позиция. Но у белых есть очень красивый выигрыш. Вот сейчас предлагаю всем шашистам поставить видео на паузу. И попытаться найти невероятно красивый выигрыш за белых. Если вы его найдете, то получите незабываемое эстетическое удовольствие. Попробуйте, друзья. Белые начинают и выигрывают ходом F на D6. Черные нападают. Пока непонятен замысел белых. Тогда белые играют дамкой на Е1. То есть, видите, нельзя бить на поле H4 из-за ловли. И белые победят. Поэтому черные в этой позиции бьют на G5. Тогда дамка черных попадает в так называемый переплет. Красиво ставим дамку на H4. И дамке черных некуда ходить. То есть, если она отходит по тройнику, мы ловим ее таким образом и легко побеждаем. Если же дамка отходит по косяку, тогда отдаем шашку таким образом и снова побеждаем. Вот, друзья. Такие интересные, красивые, техничные варианты мне удалось найти с помощью компьютерной программы Тоша и анализируя замечательную книгу Геннадия Хацкевича «25 уроков шашечной игры». Если вам понравилось данное видео, я думаю, что оно не может не понравиться, то ставьте Лукаса, подписывайтесь на канал, поддержите мое творчество. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Продолжение следует...